Приветствую вас дорогие мои овны! С днём рождения вас, друзья! С днём рождения! Примите от меня самые искренние, самые-самые сердечные поздравления. Что вам пожелать? Итак, вот желаю, пусть ваша жизнь играет яркими, сочными, солнечными красками. Пусть вам всегда-всегда-всегда сопутствует весенняя удача. Пусть радость не покидает ваш дом никогда. Крепкого здоровья вам! Как без этого? Здоровье обязательно нужно. Исполнение желаний вам, всех благ, каких абсолютно пожелаете. Ну и конечно, святое, пусть ваши кошельки ломятся от обилия денюжек. Будьте счастливы, друзья мои! Будьте счастливы! В честь вашего дня рождения я попросила карты Таро показать основные события на период с апреля 2019 года по апрель 2020 года, то есть на 12 месяцев. Но, дорогие мои, имейте в виду, что это всё-таки общий прогноз. Более точную картинку можно увидеть только в индивидуальном раскладе. Итак, начнём трактовочку. Начнём с основного настроения вашего за этот период. Здесь у нас выпала дама мечей. Вот у меня такое стойкое ощущение, друзья, что вы будете очень одержимы какой-то целью, какой-то идеей. И вряд ли что-то или кто-то сможет вам помешать, а уж тем более заставит отказаться от этого. Вот как-то так. Что касается внутреннего состояния, здесь у нас выпала карта Отшельник, то я думаю, что эта карта, она подстать основному настроению. Вот от этого старшего аркана идёт какая-то внутренняя отрешённость, что ли. Отказ от чего-то. Ну, личных установок, желаний и так далее. Даже можно сказать, добровольная аскеза какая-то. Типа, вот побуду я этот период аскетом, но взамен получу вот что-то очень-очень важное для меня. Вот почему-то так мне видится ваше внутреннее состояние. Ладно. Теперь давайте посмотрим на события в семье. Здесь у нас выпала карта МАК. Тут один вариант только, наверное. Какой? Кто-то один будет рулить в этот период в вашей семье. Даже возможно, что не всегда в интересах остальных членов семьи. Не исключены ситуации, когда этому рулевому придётся заниматься абсолютно всеми делами семьи. И пропитанием, и воспитанием, и решением проблем домочадцев. В общем-то, для него это, ну, можно сказать, не такая уж большая нагрузка. Ему это нравится. И у него это будет хорошо получаться. Но есть один минус. Этот рулевой бывает иногда эгоцентричен. Заточен только на своих интересах. Можно сказать, и длиналичник. Карта МАК также может говорить, что, возможно, в вашей семье есть любитель подчинить других членов семьи в угоду себе. Ну, например, самый безобидный и приятный – это маленький ребёнок, под которого подстраивается практически вся семья. Кто из вас будет магом, то есть или вы сами, или кто-то из членов семьи, тут уж, как говорится, трудно сказать, но такая картинка нарисовывается. Идём дальше. Так сложится общение с детьми. Здесь у нас выпала восьмёрка чаш. Вот не исключён отъезд вашего ребёнка в другое место жительства. Ну, имеется в виду, конечно, наверное, взрослого ребёнка. Или расставание связано с вашим отъездом. Или вы вместе с ребёнком куда-то поедете. А кто-то из овнов в этом периоде пересмотрит своё отношение к ребёнку. Ну, станет строже. Начнёт вкладывать больше времени, сил в него. Больше спрашивать. Займётся серьёзным воспитанием. Либо другая ситуация. Вы можете сказать себе, что ребёнок ваш уже взрослый. И уже бессмысленно его воспитывать. И нужно искать какие-то другие методы взаимодействия или взаимоотношений с ним. Вот такая у вас произойдёт своего рода трансформация. Далее у нас события в сфере жилья. У меня выпал паш-чаш. Могут быть изменения по жилью. Да, друзья, могут. Ну, до переезда, возможно, не у всех овнов дойдёт. Но вот поиски подходящего варианта, сбор информации, разговоры, согласования, вполне даже очень реальны. Есть также вероятность соединения под одну крышу. Например, с родителями, взрослыми, детьми или с новым партнёром. Хотя, знаете, вот для кого-то из овнов, может, даже вопрос жилья будет вообще не актуален в этот период. Ну, по разным причинам. Вы, может, путешествовать будете. Может, работа будет связана с разъездами. Или вы будете жить у кого-то. Вот как-то так. Что касается личных финансов. Здесь у нас выпал рыцарь-чаш. Карта, конечно, не денежная. Она больше говорит о ваших эмоциях, о ваших желаниях. Так что, возможно, эта сфера принесёт вам какие-то волнения. Ну, скорее всего, приятные. Причина этих волнений, приятная, может быть, что перед вами откроются какие-то новые источники. Поступление денюжек. И вы будете практически готовы тронуться в путь. Ну, условно говоря. Чтобы воспользоваться этими источниками. Также не исключена прибавка в вашем бюджете за счёт вашего партнёра. Или при помощи родителей, взрослых детей. Если у вас были какие-то финансовые трудности, то они, скорее всего, будут решены. Есть один момент, что, возможно, кого-то из овнов денежные дела будут не особо интересовать. Либо их будет достаточно. Либо просто вы будете уверены, что всегда найдёте заработать, где их. Или где достать. Также не исключены в этом периоде значительные траты вами на увлечения, хобби. Ну, либо на поездки. По чужим финансам в этой позиции у нас выпала карта башня. Ну, этот старший аркан может предвещать непредсказуемые неожиданности. Ну, например, у вас могут поменяться планы. Можете передумать или отпадёт необходимость брать кредит. Скорее всего, ипотеку. Или занимать у кого-то деньги. Могут возникнуть неожиданно какие-то финансовые обязательства, но они также неожиданно могут и порешаться. Вообще, друзья мои, конечно, в этот период не нужно особо полагаться на чужие деньги. Да, не надо. Так как есть вероятность, что договорённости могут сорваться, или ситуация пойдёт не так, как вам хотелось бы. И не всегда это будет приятно. Так что имейте в виду это. Ну, а теперь поговорим о любви. Вначале рассмотрим события в любовной сфере для тех, кто имеет партнёра. Здесь у нас выпала пятёрочка жезлов. Ну, аркан серьёзный. Он говорит, что в этот период вы будете настроены очень решительно. Ну, в отношении своего партнёра, конечно. И, в принципе, неважно, чего это будет касаться. Будете ли вы добиваться любви от него, или, наоборот, разрыва, или стабилизации ваших отношений, или будете добиваться, чтобы он сделал выбор, если это вдруг любовный треугольник. Вот, кстати, подобные требования могут быть не только с вашей стороны, но и со стороны вашего партнёра. Кто ещё не в браке, то вы вполне можете захотеть расставить все точки надии. То есть поставить перед своим партнёром жёстком условия, или поставить перед выбором. Либо женимся, либо расстаёмся. Типа, хватит тянуть резину. Что же касается пар в браке, то здесь тоже могут возникнуть ситуации выяснения отношений. Ультиматумы. Если что-то будет вас не устраивать, или вами будет недоволен партнёр. Вот. Поэтому могут быть такие моменты. Если же вы захотите разорвать отношения, то карта говорит, что в этом периоде вы наверняка это сделаете. Ну, или, по крайней мере, проявите максимум усилий, чтобы этого добиться. В общем, настрой может быть у вас очень боевой в этой сфере. Можно сказать, что таки до матриархата недалеко. Но, как говорится, вам виднее. И пусть будет так, как вам захочется. Насчёт любви для свободных, или кто находится в поиске овнов. Здесь у нас выпала карта мир. Отличный, кстати, прогноз. Аркан говорит, что вы вступаете в новую полосу, друзья мои. В новый этап своей личной жизни. Более продуктивный, что ли? Ну да, более продуктивный. Может, даже, вот как по этой карте, по рисунку карты, рождение ребёнка будет отправной точкой этого этапа. Также большая вероятность новых знакомств, новых отношений, и более того, брак с переездом к своему партнёру в другую местность. Также может случиться у кого-то и виртуальный роман через интернет. Или знакомство с будущим мужем через своих знакомых, друзей. Может быть, знакомство и в поездке, или в другой местности. Не исключено, что у вас в этот период может кардинально поменяться ваше отношение к браку. Может даже поменяться ваш идеал избранника. Да даже и вы сами можете внешне тоже поменяться. Вот такие пироги. Идём дальше. Сфера работы для тех, кто имеет работу. Здесь выпала десятка жезлов. Вот мне кажется, что в эти 12 месяцев может возникнуть ситуация тупика. Да, тупика какого-то. Может безвыходности. Или поиска какого-то решения. Вот. Или на вас навешивает кучу обязанностей, которые трудно будет выполнять. Но вот как от них избавиться, вам сложно это решить. И вы не будете знать, как это сделать. И придётся, скрипя сердце, тащить этот воз. Или может возникнуть и такие ситуации, когда вам придётся долго и упорно доказывать свою правоту в каком-то важном вопросе. Не исключено, что в этот период к вам придёт понимание, что дальше двигаться некуда. Надо что-то менять. Может саму работу. Или специальность. Специальность. Или бизнес. Или отношение к работе. И решать эту проблему придётся, конечно, только вам. Сами вы можете только для себя решить, что же вам лучше. Но, 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 друзья, не всё так печально. Придётся вам немножечко, чуть потерпеть. И проблемы все решатся. Найдёте вы все выходы, заходы. И всё будет замечательно. Ох, погасла у меня свечечка. Что-то я не посмотрела, сколько у меня там. Ну, ладно. Пойдём дальше. А то у меня ограниченное время. Может закончиться и ролик прерваться. Не хотелось бы её на две части делить. Ладно, продолжаем. Теперь поговорим о сфере работы для тех, кто в поиске. Здесь у нас выпала карта повешенной. Ну, возможно, придётся пересмотреть ваши отношения к профессии. Или свои требования к условиям труда. Есть ещё большая вероятность, что в этот период вы пойдёте учиться. И вообще можете сменить даже профессиональную деятельность. Можете столкнуться с трудностями в поиске подходящего себе места работы. Или найдёте работу, но она будет с какими-то ограничениями. То есть придётся вам чем-то пожертвовать. Ну, например, зарплата хорошая, но работа будет занимать много времени. Или при обучении на новую профессию вам будет сложновато. Много потребуется усилий. В том числе, может быть, даже и материальных. И много времени уйдёт на это обучение. Вообще, аркан повешенный, он всегда говорит о жертвах. Но всегда добровольных. Вы можете от них отказаться, а можете согласиться на них. Всё зависит от вас. Точнее, от вашей цены вопроса. Далее у нас. Сфера общения, информации, переписки. Поездки. Здесь у нас выпала двойка мечей. Ну что ж, не исключены какие-то неожиданные новости. Может, даже и шокирующие вас. Или какие-то срочные поездки, встречи, переговоры. Может, даже возникнуть какая-то неожиданная переписка, связанная с этими обстоятельствами. То есть, эта карта, она всегда говорит о чём-то таком, что вы не ждали. Или ждали, но совсем не в таком ракурсе, не в таком смысле, не в таком содержании. Вот как-то так. Что касается возможностей в этот период. Здесь у нас выпал король жезлов. Ну, друзья мои, возможности просто широчайшие. Во-первых, надёжные связи. Полезные контакты. Покровительство. Во-вторых, и вы сами тоже не промах. Энергии будет у вас, друзья. Вагон и маленькая тележка. Вот если захотите, горы свернёте. Но своего добьётесь. А уж идеи, проектов у вас будет просто не агарский водопад. И надо, кстати, отметить, что они будут не из области фантазии, а даже вполне реальные и серьёзные идеи. Так что дерзайте, друзья. Дерзайте. Если у вас такие возможности, как только на горизонте появятся, сразу же используйте их. Используйте их. А вот с препятствиями, можно сказать, просто красота. Их будет, я думаю, немного. И не такие уж они будут глобальные. Здесь у нас выпал паш Пентакли. Ну, может, иногда не хватать каких-то знаний, навыков, опыта. Или упустите какие-то шансы. И из-за этого не получите что-то. Но для кого-то препятствием будут нежелание что-то делать с нуля. Нежелание заниматься мелочами. Или нежелание учиться. Развивать постепенно отношения. Вкладываться в эти отношения. Но это будут какие-то кратковременные, можно сказать, ваши слабости. И особого урона они вам не принесут. И слава Богу. Добрались теперь мы и до сферы тайн. Здесь у нас выпал туз-чаш. Что тут можно сказать? Ну, похоже, друзья, вылезет, вылезет на свет какая-то тайна. И она даже очень вас может взбудоражить. Более того, может даже открыть перед вами новый этап в вашей жизни. Тут сложно обозначить само событие. Но карта больше описывает ваше эмоциональное состояние. Так вот. Состояние будет мощное. Да, мощное. Ну, например, опять же, что-то незапланированная беременность. Кстати, часто стало повторять слово беременность. Так что овны. Значит, что-то подобное может быть. Итак, незапланированная беременность ваша или беременность чья-то из близких вам людей. Также в этот период вы можете узнать, друзья мои, много удивительного о других вам близких людях или знакомых. Или о их тайнах, которые они от вас скрывают. Вот что-то вот такое может нарисоваться. Ну, а теперь, друзья мои, мы подошли к главной интриге расклада. Джекпот. Какой же счастливый случай вас ожидает в предстоящие 12 месяцев? Здесь у нас выпал аркан шестерка жезла. Что сказать? Это победа, друзья мои. Это исполнение заветной мечты. Это повышение вашего социального статуса. И вообще, это может быть все, что угодно. Но это будет однозначно вау. Точно вам говорю, друзья мои. И пусть будет так. И только так. На этом, друзья мои, я заканчиваю трактовочку прогноза основных событий. Еще раз с днем рождения вас. И будьте счастливы. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok